Понятно, в чем была моя ошибка. Да никакой ошибки нет, просто надо найти другой аромат. Проблема заключается в том, что девушка должна выбрать мужчину, а если она выбирает Канаду, значит она несерьезный человек, нет смысла с ней строить отношения. Надо просто себе честно в этом признаться, не всегда это возможно, что человек несерьезный, с которым ты хочешь... Ну, девушка выбирает Канаду, а не мужчину. Ну, как она будет в семье жить? Представьте, для нее семейная жизнь, это менее важно, чем страна какая-то. Понимаете, нет? Женщина должна выбрать семью. Где бы она семья не жила, она принимает условия этой жизни. Тогда она счастлива в личной жизни. Если она выбирает страну, она так и будет ездить, потому что в Канаде что, там лучше что ли? То же самое, что здесь? Или там лучше? Кто считает, что там лучше? Поднимите руку. О, лучше. А в чем? А в чем лучше? Вот скажите, вот в чем там лучше? Ну, давайте выясним. А? А? Как? Добрее люди? А вы долго там были, нет? Нет? А сколько? Неделю? Я проконсультировал в Лос-Анджелесе 150 русских иммигрантов. Знаете, я что узнал? Интересную штуку. А, в общем-то, я в этом ведах уже знал об этом раньше. Что в каждой стране, в чужой, есть что-то лучше на первый взгляд. А потом мы обнаружим, что там есть что-то хуже на второй взгляд. И вот этот второй взгляд становится ключевым, потому что то, что нам радостно видеть, как на курорте, это хорошо. Но нужны те вещи, к которым мы привыкли, понимаете? Вот в Канаде там люди внешне мягче, внешне чище там, а внутри у них более холодные отношения друг с другом. Это невозможно объяснить. Это надо там пожить просто и понять, что вот этот холод, ты не достучишься ни для кого. Кто жил в Канаде, поднимите руку? Почувствовали холод вот этот? Понравилось вам, нет? А? А? Ну и что, вот холод понравился? Страшно? У меня один русский тоже мигрил туда, он рассказывал. Он приехал, когда в Россию оттуда, ему на таможне сказали матом. Ему так радостно стало, начал обнимать человека. Почему? Потому что близкие отношения сразу, понимаете, очень близкие. Ну сразу честно сказали матом, близко очень. А там нет близких отношений, тяжело добиться. И он так соскучился, он начал обнимать, говорит, спасибо тебе. Он так соскучился по таким отношениям, близким. Русскому человеку лучше вот так, честно матом сказать и все. А вот это деликатное, вот это вот на расстоянии. Это очень тяжело потом становится так жить. Никому не достучишься, понимаешь? Да, мы со всем согласны, до свидания. Со всем согласны, до свидания. Со всем согласны, до свидания. Так 10 лет. Ну хотя бы один раз здрасте. Очень тяжело. Не то, что там плохо, там хорошо. Но для других людей, там хорошо жить. Но для другого склада людей, понимаете? А нам вот такая жизнь нужна. Но иногда кому-то там лучше. Очень редко бывает. Такое бывает очень редко. В основном люди чувствуют страдания, когда они переезжают в другую страну. И так в каждой стране по-своему. Но в целом система такая. В Америке больше холода. И тяжелее создать семью. А мы семейные люди по природе. Нам надо семья. Там тяжело очень. Там люди привыкли жить по одному. Им так нравится. Даже в семье они живут по одному часто. На Западе там... Там есть много чего другого хорошего. Там есть, допустим, вот эта вот роскошь жизни. Есть как бы устроенность. Есть трудоустройство такое стабильное. В чем-то стабильность, в чем-то трудности. На Западе люди более деликатные в отношениях. Более обидчивые. Им так же тяжелее, чем нам строить близкие отношения друг с другом. Они любят как бы определенность жизни и законы. Понимаете, у нас с этим проблема. У русских людей с законами. Поэтому там бояться русских людей страшно на Западе. Потому что русские что-то создают. Все, законы не соблюдаются. И они страшно переживают от этого. У нас другая природа, более свободная. Понимаете? Там надо просто счастливо жить. В такой вот своей природе русской. На Востоке там люди более, чем мы, близкие друг к другу. Они у них более глубокие отношения друг с другом. Более религиозные, устойчивые семьи. Религиозные традиции. У нас меньше традиций религиозных, чем там. Понимаете? Все по-разному. Ты приезжаешь на Восток, ты не сможешь так жить, как они. Женщина не сможет так вести себя, как мужчина хочет восточный. Западная женщина так не сможет себя вести. Ей будет очень тяжело. Поэтому каждому лучше жить там, где ты живешь. Два червячка вылезли, как бы, и один маленький сынок говорит. Папа, а правда в яблочках червячки тоже водятся? Правда. А в арбузиках? Правда. И в малинке даже водятся. Правда. Ну давай там жить. Нет, сынок, поползли назад. Там наша Родина. Понимаете? Где Родина, там и надо жить. Вот такой ответ. Продолжение следует.